Почти все обозреватели приходили к выводу, что нет, потому что мало того, что сами по себе мистификации не обращают на себя внимания, но они как бы и менялись даже многим авторам, когда авторы приходили своими романами или книгами в издательство, им говорили, что вот неплохо было бы, если бы это был перевод. И тогда они просто ставили придуманное имя и по желанию издателя превращали свое творчество авторское как бы в переводное. А почему им предлагали менять имя? Это не связано было с политической обстановкой? Это абсолютно связано чисто с коммерческой обстановкой, в связи с тем, что почему-то эти издатели думают, что если будет стоять какое-то имя нерусское, какое-то зарубежное, будет написано, что это будет более привлекательно, а текст тот же самый при этом. Ну, мне кажется, что мистификация, если она была бы сделана столь талантливо, сколько была сделана на Дмитриевой и Волошиным, я думаю, привлекла бы все-таки внимание. Да, и особенно комитета по авторским правам. Ну, это связано с тем, что вообще напечататься у нас крайне трудно и проблематично часто. Ну, если это касается серьезной литературы, то, к сожалению, да. Вот, так что тут я не загадываю, как бы отреагировали редакторы тех или иных журналов или издательств. Даже думал, что новое имя вызвало бы скорее такое недоверчивое изумление. Да, ну, недоверчивое без изумления, как мне кажется. Ну, если бы оно было достаточно талантливое, то было бы изумление. Ну, а как вы считаете, вот этот поток литературы развлекательной, который заполняет сейчас все прилавки, совершенно неталантливый, он... Откуда он появляется? От изумления или же от коммерческого расчета? Я думаю, это появляется из определенных потребностей читателей. Например, я люблю детективы, которые некоторые считают, что это не литература. Но мне интересен в детективе, как построен свой сюжет, как развивается в рамках сюжета характера. Для меня вообще фабулы сюжета играют очень большую роль в литературе. Хотя вот ни в ваших стихах, ни в вашей прозе это невозможно обнаружить, потому что... Обнаружите еще. Вы, как правило, да, я надеюсь, что и с этой стороны увижу вас, но вот то, что есть вот в этой книге, почти везде, это очень ясно выраженное всего одно состояние. Всего одно состояние. Оно ничем не осложнено, в нем нет никакой рефлексии, именно поэтому это очень хорошо для детей. Потому что дети в меньшей степени склонны к рефлексии, чем взрослые. И вы просто уникальный писатель, который понимает настолько вот эту непредвзятость, я бы сказал. Как вы думаете? Не знаю, мне трудно себя судить. Но вы говорите про сюжетную литературу и вот про детективные такие фабуляции, как массовые. Мои пристрастия, ты не одна же, что я должна читать и писать так же. Ну и Достоевский детективы писал, и Набухов детективы, и море серьезных очень писателей, которые в этом жанре уже успели прославиться и поработать. Правильно. Да. Я их люблю, и очень люблю, очень люблю Достоевскую, это мой любимый писатель. Вот. Но это еще не значит, что я должна писать так же. Да нет, конечно. Зачем? Если он уже это сделал. Даже если бы мне это было дано. Я думаю, мне это не дано. Но кроме того, если бы это было мне дано, я все равно не стала так писать. То есть вы сейчас сказали, что вы можете удивить произведением, в котором развита такая фабула, есть сюжеты. Будет. Ветер носит обрывки газет, ветер носит обрывки снега, ветер носит обрывки людей, чего только ветер не носит. Мадам, мадам, познали ли вы усекновение головы? Крысы попались в мышеловку, ловко из нее освободились, носились по квартире пища, Ища, чтобы съесть, изничтожить, изгрызть, прогрызть дыру в полу. На полу я увидела хвост в полный крысиный рост и откусила его. Беспокойство тебя съедает, беспокойство меня съедает, И не понарошку, а понемножку, понемножку. Ну куда идти, что делать, что из дома унести, что нести, нести, нести? Пустота кругом, пустота, чистота кругом, чистота. Только белый снег блестит в окно, а тебе не все равно, все равно. Так чего ж тревожишься сейчас? Это выпал час, выпал час, а потом тревога убежит? Нет, тревога полежит, полежит, а потом, а потом все опять. Если б можно было только спать. Лежи и думай, бабочки летают. Комар садится на руку и долго жало прикрепляет к ней. Я хлопну, он коварный исчезает и снова кружит. Бабочки, комар и книга. Ночь прошла, проснулись птицы. Надо снова жить. Я с поэзией в кармане и с собой налегке. А куда иду, не знаю. А зачем мне это знать? Если хочется, летаю. А вы умеете летать? Левитация не в моде, особенно в моем народе. Полетела я навстречу бабочке, сестре моей. Однодневкую в природе буду плакать вместе с ней. Я рад, что вы прочли это стихотворение среди многих других, которые вы могли бы прочесть и не прочли. Потому что мне вот это и еще некоторые другие стихи напоминают не своим даже ритмом и окраской, а каким-то восприятием мира напоминают Николаса Гильена, такой поэт в Латинской Америке был. И мне интересно узнать, вы знакомы с его творчеством? Я была знакома хорошо, но это было давно. То есть это просто запечатлелось как-то? Да. Мне он нравился тогда. Но вот как бы он сейчас мной воспринялся, я не знаю. И вы знаете, вот это вот качество, которое у него тоже во многих стихах было, качество переуплощения не метафорического, а вот как бы полного слияния с какими-то объектами неживыми. Это может быть море, это может быть камень, это может быть какое-то животное, которое вот тут может быть комар, или же даже где-то доходящее до таких фантазмов Гои вот в этой серии его капричус, где, как это неудивительно в том жанре, в котором вы сочиняете стихи, но это каким-то образом просто фантастически соединяется в очень прозрачные картины. И вот на меня, я не знаю, как на наших зрителей и слушателей, я надеюсь, что они прочтут после этого на сайте эти стихи, а на меня это производит большое впечатление. Я не помню этого качества у Николаса Кильена, но это может объясняться просто моей плохой памятью. Я давно его читала. Я его читала, точно помню, в 50-х годах, потому что я помню, что на каком-то вечере, а на вечерах студенческих я обычно всегда читала стихи, вот, и я его читала. А у себя вы это качество чувствуете? Нет. То, о чём я говорю. А я чувствую, представьте. Ну, это всё может быть. Обнимаю плечи, а вижу небо, лёгких ветров волнения. Где ты? В городе я этой зимую Может, уеду, взгляну на лиловые волны Зимнего моря, на юге, в Крыму, в Коктебеле. Может быть, буду стоять и слушать тебя Шум, ропот и рокот, И увижу яркие штрихи, Прочерченные снегом в горах. Жди меня здесь, Я принесу с собой соль И резкий нордост. Влажный песок Он скрипит под ногами И шепчет Мокрая галька Мешает ступать мне свободно Море моё Как давно я тебя не видала В эту весну Я надеюсь на встречу с тобою Утром вода обжигающая С корочкой льда Вечером смотрим в костёр Яблоки, груши Их собираем неспешно Далеко внизу речка Речка-речушка Как струишься ты Ты реченька-болтушка Болтушка-то игрушка Кругом тебя кусты А я гляжу На снега в вышине Их переменчивый цвет Завораживает меня Ожидаю ухода солнца Птица на дереве Оэрос Друг Приятель сласкозвучный Небрежную рукою покрывала Накинешь на обоих Как набат Пространство вокруг меня Плотное и упругое Я продвигаюсь вперёд Рассекая его, как воду Оно сопротивляется Но всё же уступает Светло-серое Цвета лёгкой метели Оно обтекает меня Приникает ко мне Подобно ткани платья в дождь Я с трудом прохожу Сквозь тяжёлый и тягучий воздух Он чужд и враждебен Он давит и душит Я отделяю его от тела Отодвигаю всё дальше в пространстве Стараюсь растворить до пустоты И постепенно он отступает Я остаюсь одна Одинокое дерево в поле И одиночество это Радостно, светло и свежо Как утренняя роса Испаряющаяся под солнцем Знаете, я слушаю последние несколько стихотворений Они отличаются от того, что было до них Из того, что вы прочли У меня возник вопрос Я не знаю, любите ли вы или не любите И какая вам больше интересна Классическая поэзия древности Римская или греческая? Греческая Греческая, да? Ну, вот какой-то такой Ну, правда, я, например, очень люблю Катулу Да, интересно, да А почему вы любите именно Катулу? Катулу? Во-первых, перевод, который я впервые прочитала Петровского Был чудесный перевод Здорово написано, захватывает очень А вот греческая Это не только чувствуется в тематике Такой островной и морской тематике Которая очевидна в ваших стихах Но это чувствуется и в ритмике стиха Может быть, сами эти представления вызывают Вот такой мелос, как у вас Отчетливо Я тоже, когда вот сейчас слышал У меня сложилось впечатление, что это Где-то Где-то сотрудничает внутренне с греческой поэзией В большей степени И, честно говоря, когда я писала Я не думала ни о греческой, ни о латинской поэзии Ни о римской Да вот я думаю, что это просто органически вам присущее качество Вот так мелодически это излагает Может быть, я когда-то очень увлекалась пьесами греческими Очень их любила Когда к нам приезжала Патанасио Я смотрела с ней и Электру, и Медею И она произвела на меня очень сильное впечатление И постановка на меня произвела сильное впечатление Вот А сказать, что я Много знаю Я бы не сказала Дело в том, что В римской Именно поэзии Я мало что знаю Я люблю Катулу Вот чего я читала Кое-кого я читала, он не запомнился А читала я больше исторические вещи Светония, Тацита, Петрония Вот Да, вот это очень интересное качество Которое вы не декларируете прямо в стихах А Татьяна постоянно чувствуется Вот такое, что ли, историческое пристрастие Я бы так сказал Которое может быть свойственным человеку или не свойственно Я не помню у кого Я прочел из наших академиков Что даже необразованный китайец Обладает историческим мышлением Чего нельзя сказать про нашего образованного человека Потому что большинство людей в России Историческим мышлением не обладают как таковым И даже, я бы сказал, мало интересуется Как оно было на самом деле Что вникать во все тонкости Это удел немногих Ну вот, вам посчастливилось Я думаю, мне просто повезло Да, повезло Но дело даже не в этом Мало ли что можно знать из фактов Которые так или иначе излагаются историками Но вот так это подавать Что это присутствует как фон Который не декларируется Это очень, мне кажется, сложно Историки латинские Они были очень лапидарны Они краткие И они Вот этой лапидарности Этой краткости Четкости мышления Они мне очень близки Может быть, потому что Вы математик Может быть Я математик и потому Что мне это близко Может быть, да Может быть, и так Возможно, и так Нет, но вообще Ваша судьба Наполнена самыми Невероятными происшествиями Потому что То, что вы мне рассказали О вашем сотрудничестве с планетарием А все-таки Планетарии Это звезды Это космос Я на это так не смотрела Нет, но так или иначе Вы оказались в этом месте А очень многие туда не приходили вообще никогда Но это случай Но случай Сам по себе, мне кажется, не случайный Он как-то Случай выбирает своих У него У случая есть свои избранные Вот так бы я сказал Наверное, все-таки в этом что-то есть Ну, это просто Если уж говорить о моем сотрудничестве О моей работе в планетарию То это следствие Политической обстановки В СССР Которая была в то время Что вы имеете в виду? Я имею в виду Что Я вообще должна была окончить В 1951 году У меня был академический отпуск И в результате Я должна была окончить В 1952 году В 1952 году Были государственные экзамены По математике И по основам марксизма и ленинизма Один экзамен по математике я сдала А во второй экзамен Я заболела Я заболела Я заболела У меня была высокая температура И я не пришла на экзамен У меня было воспаление легких В результате Госкомиссию распустили Я оказалась Не сдавшая один экзамен И один экзамен мне пришлось сдавать В 1953 году 28 февраля 53-го года А 52-й год и 53-й год Это годы борьбы с космополитизмом И годы дела врачей И когда меня распределяли Соответственно в 1952 году До госэкзаменов То меня не распределяли никуда в Москве А у меня было вообще решение кафедры По которой я окончала Мехмат А распределение меня Рекомендовать меня в аспирантуру И два академика Академик Александров И тогда член Кор Пантрягин Они написали мне рекомендации в аспирантуру Но в аспирантуру меня не распределили Но более того Меня не распределили ни в один вуз Московский Хотя я приносила оттуда заявки Вот Более того В неофициальной обстановке Мне было сказано Что вы в Москве не останетесь И вас, значит, из Москвы вообще вышлют И Параллельно со мной В этом году распределялся Мой первый муж Роланд Львович Добрушин Очень талантливый математик Ученик Колмогорова Единственный, кого распределили в аспирантуру Но Хотя он начал даже там работать ассистентом На Мехмате Он не получил ни стипендий, ничего Он сказал, что он поверит, что он распределен в аспирантуру Когда он получит какие-то деньги Денег этих не было И он тоже болтался Без работы и без денег И мы понимали, что если мы оформим наши отношения То мы быстренько ушлют из Москвы обоих вместе Поэтому мы не оформляли наши отношения А параллельно Обычная жизненная Мехмате Была создана Первая группа вычислительной математики Которая кончала В феврале 1953 года И у них была тоже государственная комиссия На которую меня направили сдать недостающий мне экзамен По основам максизма и ленинизма Причем, значит, так И Добрушин Мы умели сдавать такого рода экзамены И у нас были все пятерки обычно И мы даже были получить красные дипломы Но когда он сдавал в 1952 году Он получил четверку Он вышел совершенно удивленный Потому что отвечал ему очень хорошо И решил пересдавать экзамен Он болел тогда туберкулезом У него была высокая температура И он под этой маркой Стал пересдавать экзамен И тогда ему Когда он сдавал экзамен И вышел И ожидала результатов Он мне сказал Я удивился, что мне поставили четверку А не тройку И ты, если будешь сдавать Понимаешь, что ты не получишь пятерки А получишь четверку И не вздумай пересдавать Ну, он как в воду глядел Я получила четверку А каким путем вы попали в планетарий? В планетарий я попала таким путем Меня никуда в Москве не распределяли Потому что заявки я приносила Из высших учебных заведений А, ну да, понятно Вот А в планетарий я попала таким образом В школе я занималась в астономическом кружке А, вот оно Понятно И нашим руководителем был нашего кружка Виктор Васильевич Базыкин Который ко мне очень хорошо относился И вот он тогда в 1953 году вспомнил о моем существовании И написал мне заявку на работу из планетария Он работал в планетарии? Он в это время был директором московского планетария Скажите, а сколько лет вы проработали в планетарии? Я там проработала три года Три года? Ну, параллельно После смерти Сталина В апреле 1953 года В апреле 1953 года Добрушин был зачислен в аспирантуру И стал получать стипендию Что было неплохо Что, наверное, неплохо было Да, мы расписались и стали мужем и женой И все это произошло в апреле 1953 года После смерти Сталина И когда дело врачей было закрыто, кончено И врачей выпустили Никого не расстреляли, не сослали И вообще это дело было К счастью К счастью, конечно, закрыто А я через полгода После того, как я проработала в планетарии Получила разрешение на совместительство И получила Поскольку я уже была не молодой специалист И не должна была приходить на работу по направлению Как молодой специалист Я получила заявку из Вернее, подала на конкурс В Московский авиационный институт И стала там работать И параллельно я работала там три года Представляете Если бы дело врачей вдруг произошло в наше время То вас бы в планетарии не взяли Потому что он вечно закрыт на ремонте Тогда он был открыт Тогда он был открыт К счастью, для детей Которого, я думаю, во многом его не хватает Ирина, скажите А вот есть ли у вас что-то, что Вот еще не вошло в эту книгу Из стихов Что бы вы могли прочесть? Я хотела бы Прочитать еще одно стихотворение Которое вошло в книгу Потому что она Оно, это стихотворение Достаточно для меня характерно И оно является Переходным к некоторым темам Рассказов, которые я прочитаю Это стихотворение Нитериадное Это будет одно последнее стихотворение После этого я больше книги касаться не буду А проза? С прозой будете касаться? Прозу не буду искренне читать совсем Нитериадное Каждую ночь мне снятся близнецы Один красный, другой синий Две ниточки разного цвета От сдвоенных зародышей Тянутся по всей квартире По всей квартире Я встаю и иду Держась за упругую двойную нить Иногда хочется бросить ее Но она притягивает И приводит меня к шкафу Я перебираю правой рукой книги Держась левый за красно-синий шнур Это неудобно Я пытаюсь оторвать руку И заняться книгами обеими руками Но шнур не отпускает от меня И уже тянет от шкафа Я успеваю только Вынуть из-за стекла Скевские черепки Положить их на пол Нить приводит меня в коридор Вьется вокруг сапог Я пытаюсь распутать ее И долго топчусь на месте Я хочу уйти от всего этого Но не удается Близнецы и их кровь Красно-синие шнуры Обладают магнетической силой Я просыпаюсь в постели И только смутно помню Красно-синий вариант Моя ариадного нити Утром я обнаруживаю ключ От входной двери Вставленный в незапертый замок Иногда муж рассказывает мне О моих ночных блужданиях И как он укладывает меня в кровать Обычно я ничего не помню И только изредка Вид вспышка Отблик сочетания синего с красным Вызывает во мне память О неизбежных магнетических близнецах Очень интересное стихотворение И оно как-то соприкасается С большой темой литературы Сейчас с наведенческой темой И в этом жанре многие пытаются Что-то сделать убедительное Но для этого нужно обладать сознанием таким Это невозможно придумать У меня вообще есть еще одно стихотворение Близкое Но я думаю, что я сейчас не успею Успеете Успею прочитать? Конечно, успеете А за мной еще рассказы Да-да, я помню Это стихотворение Которое называется Охота на львиц Посвящено на памяти Замечательного художника Которого я считаю гениальным художником Владимира Григорьевича Вейсберга Я сижу в полутемной пещере На каком-то, кажется, мраморном ложе Оно покрыто большим количеством Шкур и ковров Разбросанные кругом подушки Я подтыкаю вокруг себя Чтобы удобнее было сидеть В пещере где-то справа и сзади Много людей Но я не обращаю на них внимания Так меня захватывает то, что я вижу Сквозь высокий и узкий пролом в стене Это синее, неправдоподобно синее небо И на его фоне гребень горы Опускающийся вниз справа налево Прямо передо мной Чуть ниже гребня Почти повторяя его рисунок Идет узким барельефом тропа Она на каком-то участке горизонтально На других делает легкий скачок вниз Перепатывая эти без острых углов Как хорошо обкатанные морем камни По этой тропе ходят львицы на водопой Не будете ли вы начальником охоты Услыхала я женский голос Хорошо, согласен Вот это я люблю Не надо никого уговаривать и что-то объяснять Охотники устраиваются где-то позади меня Через щель в стене пещеры они будут стрелять Но вот появились львицы Как странно они движутся по своей тропе Они прилегают к ней плотно-плотно И как бы скользят по камням На сбивах тропы они не делают скачков А медленно перетекают Прижавшись к почти вертикальным участкам Но вдруг пролетела стрела Раздался выстрел Началась охота А львицы погибали молча Падая куда-то вниз И погибали почти все Наконец их больше не стало Все кончилось Я сидела как в трансе перед проломом И долго не могла даже пошевелиться Вроде не было здесь страшной охоты В неравных А когда она бывает в равных условиях Охотники разошлись И я осталась одна И, наверное, навсегда Навсегда запечатлелся во мне этот пейзаж Ярко-синее небо И оранжево-красный песчаник тропы Повторяющий в основном рисунок гребня И текущая масса львиц Погибающих просто так Для забавы каких-то людей Вы знаете, совершенно напрасно Вы до этого не хотели его прочесть Потому что оно очень естественно Для перехода к рассказам К вашим Пока здесь вы ищете Я повторяю нашим телезрителям Вы смотрите программу Booking Сегодня у нас встреча с поэтом И писателем Ириной Добрушиной У меня еще есть три стихотворения Которые я пока не буду читать Потому что не знаю, как с временем У нас будет дело обстоять А перейду к прозе Которую я писала уже после книжки Да, очень интересно Вот Вот прежде чем вы перейдете к прозе Вы мне говорили, что Вот этот жанр Вы нечто хотели рассказать вообще О жанре этих рассказов Вот этих прозаических миниатюр В котором вы сочиняете их И о каком-то писателе Который тоже, как вы считаете Работает в этом же жанре Это вот что Я хотела рассказать О минимализме прозе Что я поэтому Под этим подразумеваю Ну Во-первых, я хочу сказать так Это не проза Маленькая по объему Это Под минимализмом Я понимаю Силь этой прозы Ну Все знают фразу Все мы вышли из Гоголя в скришинели А Пушкин Разве он писал так, как Гоголь? Гоголь Это гиперболизм стиля Ритмический орнаментальный строй фразы Экспрессивность Метафоры Пышность Подробности Подробности еды Одежды Интерьера Всего этого нет у Пушкина Получается, что Пушкин В тени остался Гоголя И никто Эту линию пушкинскую Не продолжил А на самом деле В 19 веке, мне кажется Единственный писатель Который осуществил баланс Между Пушкиным и Гоголем Это Лермонтов Который взял Пушкинское владение сюжетом Как инструментом для обрисовки характера И психологизм Который он взял у Гоголя И мне кажется, что ни Пушкин Ни Лермонтов В 19 веке не имели последователей Гоголь имел, да А в 20 веке Лермонтов, на мой взгляд И до сих пор не имеет последователей А в 20 веке Я считаю, что последователем Пушкина Был Шаламов И вот еще вот Испанец русскоязычный О котором я вам говорила Рубен Давид Гонзалес Гольега Да Вот Это вот интересно, что вы Шаламова Считаете последователем Пушкина Кого? Шаламова вы упомянули Да, Шаламова У меня никогда это в голову не приходило А ведь Обратите внимание У него Голая проза У него нет В стихах есть у него природа А в рассказах у него вообще природы нету Единственный рассказ, который обнаружила я О природе Это рассказ «Стланник» Но стланник Это символ Символ человека Не погибающего И не сгибающегося на колыме Так что это не пейзаж Это совсем другое Я вспомнил Малиновую шашку Хлебникова Рассказ Где тоже, мне кажется Вот эта струя Пушкинской прозы Очень сильная Наверное, были еще и другие писатели Кроме Шаламова Возможно, что русская литература Достаточно широка Чтобы ее кинуть одним взглядом Нет, но если вот внимательно Я внимательно читала Шаламова У него очень четкая Очень строгая проза Голая проза Он не отвлекается ни на что Если он употребляет какой-то предмет То он обязательно для чего-то нужен Вот, например У него появляется в одном рассказе шарф Шарф, который, он говорит Настоящий вязаный шарф Бумажный, но связанный Ему предлагают этот шарф Продать Он отказывается Обменять Он отказывается Он его дарит И он получил его в подарок И в втором рассказе В другом Тоже появляется шарф И тоже в таком же варианте Появился у него стетоскоп Стетоскоп ему подарили Когда он заканчивал практику По терапии на фельдшерских курсах И он опять об этом В другом рассказе Но тоже в такой же ситуации Употребляет этот стетоскоп А вообще вы предметов у него не найдете Особых Да А может быть, вы для иллюстрации Прочтете и Гонзалеса? Гальего? Сейчас прочитаю Гальего, извините Совершенно мне незнакомый писатель Его, к сожалению, мало знаю Я один маленький рассказ прочитаю Я назову книгу Это «Белое на черном» Автор, значит, я повторю Рубен, Давид, Гонзалес, Гальего Рассказ называется «Герой» Я герой Быть героем легко Если у тебя нет рук или ног Ты герой или покойник Если у тебя нет родителей Наденься на свои руки и ноги И будь героем Если у тебя нет ни рук, ни ног И ты к тому же ухитрился Появиться на свет сиротой Всё, ты обречён быть героем До конца своих дней Или сдохнуть Я герой У меня просто нет другого выхода Я маленький мальчик Ночь, зима Мне надо в туалет Звать нянечку бесполезно Выход один Ползти в туалет Для начала нужно слезть с кровати Способ есть Я сам его придумал Просто подползаю к краю кровати Переворачиваюсь на спину Опрокидываю свое тело на пол Удар Боль Подползаю к двери в коридор Толкаю её головой И выползаю наружу Из относительно тёплой комнаты В холод и темноту Ночью все окна в коридоре открыты Холодно Очень холодно Я голый Ползти далеко Когда ползу мимо комнаты Где спят нянечки Пытаюсь позвать на помощь Стучу головой в их дверь Никто не отзывается Кричу Никого Может быть я тихо кричу Пока добираюсь до туалета Замерзаю окончательно В туалете окна открыты На подоконнике снег Добираюсь до горшка Отдыхаю Не обязательно надо отдохнуть Перед тем, как ползти обратно Пока отдыхаю Моча в горшке Обзаводится ледяной кромкой Ползу обратно Стаскиваю зубами одеяло Со своей кровати Кое-как заворачиваюсь в него И пытаюсь заснуть Наутро Меня оденут Отвезут в школу На уроке истории Я бодро расскажу Об ужасах фашистских концлагерей Получу пятерку У меня всегда пятерки по истории У меня пятерки по всем предметам Я герой Да, действительно Вот по этому одному рассказу Уже можно сказать, что Это родственный вам писатель Да, родственный Да, интересно Вот это выстраивание От Пушкина к Шаламову и назад Очень интересно Теперь, может быть, вы прочтете Что-то из своих новых рассказов Да У нас еще есть время Сейчас я посмотрю Расклад времени Рассказ называется Здравствуй, школа Ида Адольфовна Футлик Это кошмар, которым меня встретила школа Но по порядку Мама пыталась отдать меня учиться И в 6, и в 7 лет Но в те годы был приказ Принимать только с 8 И вот 1 сентября Я сбору в школу Мама Ирочка, вот ты взрослая Ты все, что нужно Умеешь делать И зашить И залатать порванное И штопать И стирать И гладить Так что следи за своей одеждой сама Я же буду заниматься Твоей обувью И отдавать верхнюю одежду в чистку Больше ничего, кроме этого Я для тебя делать не буду И вот через несколько дней Я обнаруживаю дырку на носке И понимаю, что заштопать ее до уроков Никак не успею Умоляю маму В виде исключения сделать это Но она непреклонна И я пошла в школу с дыркой Больше я никогда с дырками не ходила Но В конце недели мама спросила у меня дневник И как дела с учебой Если я взрослая То я и есть взрослая Учусь в школе я А не ты И мои дела в ней не твое дело Хочешь что-нибудь узнать Иди сама Куда хочешь и узнавай А я с тобой на эту тему говорить не буду В школе всем я свою позицию уже объяснила И убежала Замечу в скобках Что я так до 10 класса дневник и не подписывала Кстати, бабушка не смогла меня провожать на уроке И встречать после них Дорога и впрять была опасная Трудные трамвайные линии Но я сразу же 1 сентября Убежала от нее И через помойки и проходные дворы Которую прекрасно знала Попала в школу После уроков она меня так же не обнаружила На том провожании закончились А в школе тем временем разворачивались разные истории Одна из них решилась просто Я оказалась левшой И меня, поведомо, поведомо, меня родителей Определили на дополнительные занятия по чистописанию Так что я переученная левша К переучению не отнеслась спокойно Надо так надо Другая история разворачивалась драматически В домашнем задании Мне встретилось слово долина Которое я написала через О А учительница переправила на А Объяснив штану это слово происходит от слова даль Мои горы и дулы она высмеяла Когда дома я захотела разобраться Моя мама поступила просто Пошла и купила орфографический словарь А как им пользоваться? Читать-то умеешь? Вот и читай предисловие Я прочитала и что-то не поняла Значит, читай ещё раз И вообще читай, пока всё сама не поймёшь Наконец я разобралась, как пользоваться словарём И пошла с ним в школу И до Дольфона смотреть его не стала Но перед всем классом сказала Вот она считает себя умнее учительницы Это я ещё и стерпела Но тут пришла очередь арифметики Задача Мама отвела дочку в сад В ясли в девять утра А забрала днём в три Сколько времени провела дочка в яслях? Решение и до Дольфоны Девять минус три шесть Я вылезаю А если она отвела её раньше Например, в восемь часов А забрала позже, в четыре То дочка провела в яслях в восемь минус четыре Четыре часа То есть меньше Получается чпуха И тут уже пошла настоящая разборка Дескать, я и сопливая девчонка Которая задирает нос Глупая зазнайка Которая считает себя умнее всех Не уважает старших В том числе и учительницу Ни с кем не считается И вечно спорит На свою беду я разревелась Досталась мне и за это В гневе я схватила чернильницу И кинула её в учительницу На всю жизнь я запомнила немую сцену Все замерли А на нежно-голубом платье И до дольфоны Расплывалось огромное чернильное пятно С криком и плачем Она убежала из класса Что за этим последовало Начисто выпало из моей памяти Впрочем, вечером, уж не знаю почему У меня была температура 40 И я перестала ходить в школу А через несколько дней У меня обнаружили туберкулез шейных железок Месяц я проболела дома А оттуда прямиком была направлена В лесную школу Где пробыла до начала Следующего учебного года Вернулась я с пятёрками А в школьном табеле, выданном мне Были поставлены все тройки Я решила бороться за правду Но тут вмешалась мама Ирочка, это первый, а не последний класс Если ты хочешь, я пойду в РОНО И тебя проэкзаменуют Но в будущем году Независимо от того, что тебе написали Ты будешь учиться заново И этот табель никакой роли Играть в твоей жизни не будет Доводу я вняла Заканчивая, скажу только, что Во втором классе я училась у другой учительницы Замечательный рассказ Знаете, он мне напомнил Устный рассказ короткий Который мне рассказал Замечательный поэт Александр Ерёменко Как он поступал в Новосибирске В научном городке Была школа для одарённых детей Не знаю, сейчас она существует или нет И он туда приехал поступать В эту школу И значит, там среди вопросов Которые задавали Был такой вопрос На подоконнике стоял стакан с водой Значит, и спрашивали у детей Которые поступали Почему он с внутренней стороны Более тёплый, чем снаружи Ну и все там развивали различные теории А вот Александр Ерёменко Он подошёл к стакану Повернул его Говорит, вы его просто повернули И значит, и они сказали Да, вот это единственно правильный ответ Он сказал, а учиться я у вас не буду Потому что вы тут обманываете Прилежно Такая история Ну вот у меня ещё есть два рассказа Которые я вам хотела предложить Один на 7 минут, другой на 8 15 минут у меня есть Да, конечно Можно? Конечно, конечно Рассказ называется «Как я укусила замдекана» Да, любопытно На 4 курсе я решила посещать факультативные лекции Профессора Рашевского Они начинались в 7 вечера И у меня было перед ними окно Я вышла из здания Окончала мехмат я ещё на маховой Поиграть в волейбол Сняла часы Положила их в сумку Около 7 я отправилась на факультет Оказалось, что введено новое для нас правило После 6 пускать в здание Только по студенческим билетам А мой лежал на продлении наверху Я об этом сказала Попросила разрешения сходить за ним в деканат Но бестолку Меня не пустили Тогда я просто отодвинула плечом вахтёшу И вошла в фойе И тут в меня втепился декан По хозяйственной части Федосеев Он меня выслушал Но также внутрь не пустил Я тоже хотела его отодвинуть плечом Но не тут-то было Он ударил меня за всех сил Кулаком пониже ключицы в грудь Я тут же развернулась И дала ему по морде И завязалась драка Море студентов И даже кое-кто из профессоров Окружили нас И стали наблюдать Настоящую драку С активным применением силы С обеих сторон В какой-то момент Федосеев вцепился в мою сумку И стал её отнимать Я не отдавала Ярость я укусила его за палец Оставила сумку И убежала Меня догнал Мишка Серов Отвёл на какую-то лавочку Я разревелась Он меня утешал Наконец я успокоилась И ушла домой И вот я засела в своей комнате И стала думать Чем же всё это кончится За меня говорит то Что драку начал он Но это могут подтвердить Только вахтёрши А они вряд ли выступят Как свидетели Далее Я укусила Федосеева Он ходит по факультету Гордый С обвязанным бинтом пальцем И всем демонстрирует Свою боевую рану И спрашивает Не нужно ли ему сделать укол Против бешенства Это говорит против меня Дрались мы на паритетных началах Это видели десятки студентов И даже профессора К тому же Это его вторая драка Первая была С Маратом Евграфовым Это случилось в год Моего поступления на Мехмат Ребята играли в шахматы К ним подошёл Федосеев Смешал фигуры на доске И велел уходить домой Так как уже поздно Как там всё происходило дальше Я не знаю Вернее уже не помню Но в результате возникшей драки Федосеев сломал Марату руку Но несмотря на это Марата вышибли из аспирантуры А Федосеев остался Но теперь Это его вторая драка И не с аспирантом юношей А со студенткой девушкой Это говорит скорее против него Но с меня вины не снимают Я же тоже дралась Остаётся одно Сумка Моя сумка Которую он отнял У меня силой Я соображаю Что это шанс Это уголовное преступление Даже не кража О грабёж Отребясь с факультета Я узнала Что Федосеев Пытается всучить мою сумку Кому-нибудь для возвращения мне Я сказала не брать И велела распустить слух Что если меня вышибут С мехмата Я подаю в суд Возбуждаю уголовное дело О грабеже Свидетели у меня вагон Видели это многие И никто не отказывается подтвердить Что Федосеев Открыто и силой Отнял у меня Моё личное имущество Доказать Что сумка моя Легче лёгкого Я появилась на мехмате Через неделю И немедленно Была затребована К декану Дело решили проводить Келейна Декан Два декана По учебной и хозяйственной части И я Я отказалась Потребовала независимых свидетелей И запись Протокол обсуждения Сумку согласилась взять Только на этих условиях Иначе иду в милицию И немедленно Я хорошо понимала Что возбуждение уголовного дела Даже с исходом Не в мою пользу В факультету Ни к чему И вот мы все у декана Я рассказываю Как было дело Декан не верит Что Федосеев отказался Внять моему предложению Сходить наверх Деканат за студенческим билетом Этот пункт Повисает в воздухе Повисает в воздухе И начало драки Конец Драку И укус Я подтверждаю Мне пытаются Вернуть сумку И закрыть дело Но на каких условиях Не знаю Тогда я предлагаю Сначала доказать Что сумка моя Описываю Ее содержимое Его вынимают Все со мной соглашаются Далее я утверждаю Что произошла кража Все прямо подскакивают Даже более того Грабеж Ибо сумка Отнята у меня силой Открыта На людях Что и называется Согласно наука Грабежом То, что находится Не у меня А у Федосеева Видит все присутствующие Все это Заносится в протокол После этого Я беру сумку И ухожу Распускаю слух Если меня отчислят Подаю в суд Все равно доказано Что я подверглась Грабежу А то, что сумка У меня Уже никакой роли Не играет Свидетелей Масса Через некоторое время Появляется приказ Мне строгий выговор С занесением В личное дело За недостойное Советской студентке Поведение Кстати, скажу Что до сих пор Среди махметян Моего поколения Бытует легенда На последней встрече Курса Я ее услышала От Лёли Морозовой Что выговор Я схлопотала Дескать, так было написано За покусание Замдекана Но я-то точно знаю Формулировку Через неделю На доске объявлений Объявляется сообщение Об увольнении Федосеева В то время Существовал приказ Ректора Что если в течение года У студента Никаких нарушений Не будет То выговор Снимается автоматически Я все же подала Через год заявление О снятии выговора Об этом снятии Был опубликован приказ Однако начальство Мое личное дело Не получило А выговор Оставило Перераспределение Это сыграло роль Но как я распределялась Это особый рассказ Его я напишу позже Добавлю только Что мой шеф Член-корреспондент Пантерягин Потом говорил мне не раз И как вы могли Ира Взять в рот Такую гадость Да У нас есть еще немного времени И наверное вы прочтете Как обещали Еще один рассказ Называется он Как труп В пустыне я лежал Райка Садистка Фашистка Сволочь Ору я на все отделение Все почтительно величают Инсулиновую сестру Раиса Александровна И няньки И сестры И все больные А она всем тыкает Тыкнула и мне И я несмотря ни на что Зову ее Райкой А смотреть есть на что Выхожу из инсулинового шока С буйством И она меня зверски бьет Сначала возвращается слух Потом зрение кадрами Между которыми темнота На коронец зрение Восстанавливается полностью После внутривенной гликозы Надо выпить очень сладкий чай И съесть сытный завтрак А у меня отказ от еды Мало того, что я избита Я, конечно, махала руками и кулаками Но в основном мимо Так никак не видела почти ничего Из лечащего положения в сидячее Меня тянет за волосы Райка А потом при расчесывании У меня падают на пол пряди В палате при этом почти все плачут Малированная кружка с чаем Упорно стучит по стиснутым зубам И так каждый день Через нос В носоглотку втыкают зонт Через него идет сладкий чай А затем питательная смесь В замену завтрака Врачи обещают меня привязывать Так как я буйствую активно Начинаю с попытки побега Меня держат пятеро Двое руку, чтобы вколоть глюкозу А трое держат меня Я дергаюсь, бьюсь, хочу вкачить Если меня отпустить, зазеваться Лечу к окну, которую пытаюсь выбить А оно непробиваемое Если меня не успевают схватить Бегу к двери в коридор Но ее из-за меня запирают Словом, меня вологут на кровать Делают глюкозу Далее зонт И, наконец, припадок кончается Не знаю, информированы ли врачи Что меня не привязывают Райка предпочитает меня бить Желоваться не принято Да и больным здесь не верят Райка придумывает про меня Невероятные вещи Черт с ним Но я в любой момент При всех зову ее Райкой и садисткой А она и есть садистка Она учится в медицинском Пока на вечернем Или заученном Не помню точно Кажется, с третьего курса Надо будет учиться только на дневном И Райка перейдет на ночные дежурства Начинала она в отделении няйкой Потом стала сестрой А теперь и инсулиновой сестрой Колит на глюкозу хорошо Но не мне Правда, это не злонамеренно Я бьюсь в каком-то припадке Выходя из шока И меня удержать в покое очень трудно Однажды я просто разбила шприц И развратила руку После припадка я лежу мокрая Вся в поту Мне, как и почти всем, меняют белье Через некоторое время дают принять душ Это тоже великая милость Бывает не в любом отделении Я точный свидетель Лежала на инсулине трижды И только в последний раз Меня привязали Не били Хотя я буйствовала с каждым днем Сильнее и сильнее Только когда я выдала эпилептический статус На несколько часов И чуть не улыла Не преувеличиваю Меня сняли с инсулина В палате постепенно все приходят в себя Открывают фрамуги Мы мокрые, простужаемся Но душать в палате И правда тяжело Через некоторое время Нас выгоняют в коридор Хотя практически у всех Большая слабость Приходится ходить Так как стульев вдвое меньше, чем нужно И все они к тому времени заняты Но у меня есть хороший выход Иду в наблюдательную палату Там лежит моя подруга Лена Ее имя не Лена, а Ильина Сокращенно Иля Она это имя ненавидит А когда Кристина Крестилась, стала Леной Врачи и медперсонал Называют ее упорно Ильиной И она столь же упорно Не откликается Я зову ее Леной Я ее встречаю уже в третий раз Сейчас она в кататоническом ступоре Соответственно, не двигается Не разговаривает, не ест Я с ней говорю И мне кажется, что она с каждым днем Становится ближе и доступнее На мои разговоры она не реагирует Но я давно заметила Что неконтактные шизофреники Слышат и запоминают Кто и что им говорил Медленно, очень медленно идет Ленина восстановление Наконец, с движением век Она подает знать Она дает знать, да или нет На поставленный вопрос Потом начинает шевелиться Лена, спрашиваю я Почему ты не ешь? Рукой она указывает на потолок Приказ? Да, отвечают веки Я знаю, что у нее религиозный бред И если она начнет есть То это будет черный хлеб и вода И за дня в день Я уговариваю ее Как маленькую съесть кусочек И, наконец, она начинает есть Только из моих рук И так месяц-полтора Сестра наблюдательной палаты Не гонит меня Посторонним там быть не полагается Так как я снимаю с нее Многих неприятных забот Связанным с уходом За неподвижной Леной Несколько дней уходит на то Что она доходит до двери А затем и до столовой Ее переводят в обычную палату И я уже свободно валяюсь После инсулина на ее кровати Лена художница Она помешана на секстинской мадонне И каждый день пытается По памяти воспроизвести ее лицо Через некоторое время Получается немного похоже Мы никогда не ведем Религиозные разговоры Но мне грустно Я знаю, что как только врачи Кончат курс уколов Таблетки Лена не принимает Она придет в нормальное состояние И ее выпишут И она будет пропадать В каких-то притонах Связанных не знаю как С религиозными центрами Лекарств принимать не станет И вскоре вернется сюда Я как в воду глядела Я еще шокаюсь Лена выписывают А через две недели Привозят на скорой В ступоре Опять в наблюдательную палату И все начинается по новой Райка что-то уничижительно Говорит мне по ее поводу Я вижу Она рада Что не выйти Лене Из этого порочного круга И ты садистка рада Спрашиваю я Райку Так ей и надо И ты собираешься быть психиатром Я уже психиатр Отвечает Райка И все вернулось на круги своя Лена в ступоре Не двигается Не разговаривает Не ест Райка по-прежнему Бьет меня при выходе из шока Я по-прежнему Ору на все отделение Райка Фашистка Сладистка Сволочь Таковы наши Больничные Будни Воскресенье Перерыв в инсулине Это день отдыха Спасибо большое, Ирина Вы уложились Не смотрите на часы Спасибо вам за ваши стихи И рассказы И за беседу Спасибо большое Я надеюсь, что нашим телезрителям Я, к сожалению, не рассказала О минимализме Пушкина подробнее А мне хотелось Потому что у него характер подан Через сюжет Может быть, мы это сделаем темой другой беседы Как вам будет угодно Отдельной беседы о Пушкине О минимализме Это все-таки большая тема Это большая тема Ее нельзя так вот рассказать Просто в нескольких словах Или даже в течение 10 минут В этом последнем рассказе Я хотела передать Райкин характер Через действия Не через слова А вот через ее поступки Меня больше заинтересовала Лена Честно вам скажу И вот этот характер На меня большое впечатление произвел Это интересно Спасибо вам Вам большое спасибо До новых встреч Уважаемые телезрители Это была программа Booking Ведущая в студии Юрия Прускоряков Была встреча с Ириной Добрушиной Поэтом и писателем До новых встреч До свидания До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...